Стоять! Приветствую вас из солнечного Таиланда. Меня зовут Алина, я руководитель проекта Best from Thai. Когда мы только приехали в Таиланд, я начала вести блог на форме линского, рассказывая о жизни и о всех годовых мелочах, которые мне толкнулось в этой замечательной стране. И через какое-то время меня сейчас спрашивают, почему ты белая, почему ты не загораешь? Ответ довольно прост. У меня с солнцем очень своеобразные отношения. С подросткового возраста у меня началась дикая вирке на солнце. Реально меня даже дразнили вампирами, потому что как только попадали солнечные лучи на кожу, это выглядело просто моментально как ожог. Кожа проснила, покрывалась цепью, потом очень долго зубила, чесалась и я очень долго снимала последствия пребывания на солнце. Плюс у меня у семьи очень хорошая наследственность. И мама, и сестра после пребывания на солнце их кожа покрывается пигментными пятнами. Это то, чего мне не хотелось бы видеть на моей коже. И поэтому для меня всегда был очень актуален выбор солнцезащитных средств. К счастью в Таиланде их очень много. Ну, в принципе, оно и понятно. Здесь солнце активно 12 месяцев в году, но наиболее оно активно с марта по июль. В этот месяц здесь очень мало туристов, потому что здесь стоит выносимая жара, здесь просто закипают мозги, очень сложно работать, очень сложно что-то делать, потому что, ну, жара это да. То есть мы живем в основном с инценированными помещениями. И я хочу сегодня рассказать о тех солнцезащитных кремах, которые мне понравились больше всего из всего ассортимента тайских солнцезащитных средств. Начну я с самого сильного по защите. Это крем компании «Рачон». Этот крем выпускает частная компания, у которой есть небольшое производство. Здесь, на самом деле, незрачные такие вот пузыречки, на которых толком не написан ни состав, ни адрес, ни контактов, ничего. Я покупаю продукт напрямую дистрибьютора. Вот так вот она выглядит. Внутри вот такой крем, который больше похож на нежный мусс. Формула не содержит масел, содержит витамин Е, очень легко наносится на кожу, и дает коже легкое сияние. Ну, нет, не в смысле блестков, а она немножко отбеливает, что ли, кожу. То есть толком вот крема на руке не видно. Но кожа стала чуть-чуть светлее. Очень важно наносить этот крем на сухую кожу. Ни в коем случае не наносить на влажную, иначе он просто полил комками, и эффекта от крема полком не будет. Такой запах похож на чем-то на запах пломбира. То есть, чем показывать этот крем, давайте я выберу предыдущую. Линейка солнцезащитных кремов от компании FACY. Это французско-тайский проект, где по французскому технологию из тайского селья изготавливается замечательная косметика. Крем до тела я вам, к сожалению, показать не смогу, потому что он сегодня улетел вместе с моей сестрой в Россию. Но я покажу вам крем для лица. Это не крем, это скорее лосьон. Он есть в двух размерах. Это 10 грамм и 30 грамм. Я вам покажу на примере 10 граммов. Вот так он упакован. Такой смешной маленький на вид флакончик, но он очень экономично расходуется. Этих 10 мл хватает почти на месяц. Он такой жидкий. Очень экономично расходуется. Очень приятно пахнет. Запах похож на фиалки. Еще какие-то легкие цветочные, но это даже, может быть, немножко фруктово-цветочные. Очень интересный аромат. Вообще их косметика, она очень приятная. Вся, что я про Клоуфейс. Она очень приятна в применении. И кожа очень благодарна за эту косметику. Она очень хорошо одевается. Видно изменения после приема этой косметики. Вот. Крем в таз уже полностью. Кожа не липнет. Лосьона на коже. Абсолютно не видно. Нет никакого ощущения жирности, гибкости. И вообще не чувствую, что у меня на коже что-то есть. В состав этого крема подрубиновая турмалиновая пудра. То есть этот крем не только защищает от солнца. Это солнце, оно активизирует этот крем. Так как турмалин под солнечными лучами начинает вырабатывать отрицательные ионы, которые благоприятно воздействуют на нашу кожу. Омолаживая и ускоряя процесс регенерации. Вот такой вот интересный, замечательный крем. Кремия компании K. Это крем для тех людей, кто не хочет вообще загорать, и хочет осветлить уже свою кожу. Тоже загорел, и хочет вернуться к своему светлому цвету кожи. На самом деле, если в России модно быть загорелым, потому что загорел, это из-за того, что ты можешь позволить себе солярий или отдых на курорте в Таиланде, же напротив, белый цвет кожи – это признать твоей аристократичности. Это значит, что у тебя достаточно денег, чтобы не работать на солнце попалящими лучами на полях, и ты можешь работать в офисе, защищая свою кожу тем самым на солнце. То есть здесь, чем светлее твоя кожа, тем ты престижней. Вот. Крем какое-то время его не было в продаже, поэтому он опять свернулся. Он, во-первых, не содержит алкоголь, во-вторых, у него безмасленная формула, и он также содержит витамин Е и С. Вот. Солнечезащитный фактор у него 50. Здесь вот даже есть вот картинка, где нарисовано, как этот крем ухаживает за кожей, как он ее омолаживает, вот, как восстановит ее структуру. Вы, собственно, не обещают, как вот за 7 дней осветлится ваша кожа. Ну, насколько он осветляет, я сказать не могу, потому что темной кожей я никогда не страдала. Единственное, какие были проблемы с кожей, так это акне и поведение пятенков в акне. А загар – это не камне. Вот. Вот так вот выглядит крем. Здесь 15 грамм. Но этого тюбика хватает тоже более чем на месяц. То есть жителям северных регионов это вполне хватит на СИЗО. Чаще всего этот крем здесь встречается не прозрачный, а с эффектом тонального крема. Но я предпочитаю бесцветный крем. Исключение из правил – это только BB крема, который из компании Misin, который я очень влечет и любила и время-дремени ими пользуюсь. Вот. Так он выглядит. Тоже такая вот немножко более густая консистенция, чем у кремов-лосьонок компании Faceit. Но он тоже пахнет. Он, честно говоря, классический у него запах защитных кремов, к которым мы привыкли. Тоже очень легко наносится на кожу. Но он, если Faceit впитывается полностью, то этот крем, он дает питание, по ощущениям, да, кожа стала напитанной и увлажненной. То есть, не знаю, ни липкости, ни жира, ничего нету, но при этом вот как-то более комфортная кожа. Если крем Faceit вообще никак не чувствуется, то что есть он, что его нет, он вообще не ощущается. Разницы никакой. То здесь вот немножко чувствуется увлажнение и питание тоже. Итак, так как мы спускаемся вниз по фактору защиты от кожи, следующий крем это у нас будет BB-крем от компании Mistin Gold Caviar. Этот крем, он содержит, да, он содержит экстракт икры, у него разглаживающая форма, то есть он работает как филер, он заполняет морщинки, разглаживает и сухаживает. Также он питает кожу. Также он содержит экстракты различных трав и растений. Очень интересный крем, но единственное, он не подходит для жирной кожи. И его обязательно наносить только на сухую кожу. Если кожа будет мокрой, чуть-чуть влажной, он просто ляжет комками. Это может быть или самый лучший крем, который вы пробовали, или самый худший тональный крем из тех, которые вы пробовали. В зависимости от того, сухая ваша кожа или влажная. Если наносить его на сухую кожу, то он очень быстро распределяется. Подстраиваясь под структуру и цвет кожи, при этом убирают мелкие недостатки. Вот так выглядит только после нанесения этого крема. То есть его практически не видно, при этом он заполняет, разглаживает визуально мелкие морщинки и питает кожу. Так у меня жирная кожа. Я наношу этот крем только на щеки, кожу вокруг глаз. А на Т-зону я наношу уже BB, Oil Control от Mistin. Да, моя кожа не всегда идеальна. У меня бывают периоды, когда я провожу очередную чистку организма, а это все видно на моем лице. И бывает, что мне в это время надо куда-то выйти в личные места, на какие-нибудь конференции, лекции и так далее. И эти крема мне здорово спасают в этих моментах. Вот очень важно перед нанесением этого крема тщательно высушить кожу. Потому что если кожу не высушить, он очень плохо ляжет. У нас даже были негативные отзывы про этот крем. О том, что, ой, вот вы описываете, что он подстраивается у меня в легком камне и так далее. Выяснилось, что девушка просто наносила этот крем сразу после умывания, не вытирая кожу лица. И, конечно, этот крем не будет. Потому что у Биби есть такое свойство. Он ложится только на сухую кожу. Мы распределяем его по коже. Наверное, вроде как темный. Но после того, как его распределить по коже, его нельзя наносить много. Если нанести его много, он тоже ляжет в маску. Если его нанести немножко, пару капель и распределить по коже, его практически не видно. Он подстраивается под фактуры тоже и под цвет кожи. И при этом он защищает от солнца и контролирует выделение жира. И маскирует мелкие недостатки кожи. Ну, конечно, если там высыпало конкретно, то он уже не поможет. А если есть небольшая аллергическая осыпь или просто какие-нибудь небольшие прыщики, ну, это все очень хорошо и надежно прячется. Вот такой замечательный крем. Содержан, насколько я помню, в составе цинк. Вытирайся, вытирайся, вытирайся. Немножко сложнее снимаются, чем обычная крема. Чтобы их более стойкие. Компания Missing тоже имеет свой солнцезащитный крем. Это дневной крем из Серикавиар. У них есть такой же ночной крем. Это один из моих любимых ночных кремов. Он здорово меня спасал во время беременности, да и сейчас тоже. Когда я ношу его вечером, и даже несмотря на то, что мой ребенок плохо спит, тиранит меня ночью, требуя то попить, то поесть, то еще что-нибудь. Утром я посыпаю свежей выспавшейся, и по моей коже никогда не скажешь, сколько часов за ночь я спала. И к нему в этом году, буквально вот в прошлом месяце, появилась новинка. Это дневной крем с икрой. Если ночной крем содержит полудрагоценные камни, то это содержит компоненты, которые приравниваются по ценности к драгоценным камням. Этот крем также содержит экстракт черной берутой икры. Также он содержит уникальные растительные ингредиенты, такие как инантия хлоранта, экстракт артишока, коллаген и соеврецитин. Этот крем не только защищает от солнца, но также он регенерирует и восстанавливает кожу. Экстракт африканского дерева, энантия хлоранта, в чем как не запомните название, он уникален тем, что он сужает поры, он выравнивает рельеф кожи и контролирует выработку кожного сала сальными железами. Так, вот так выглядит этот крем, такая очень приятная на вид на ощупь стеклянная баночка. В отличие от ночного крема он белый, пахнет примерно так же как ночной крем. В отличие от других кремов он чувствуется, его нанесили на кожу, но создает ощущение комфорта. Нет гибкости, нет такого неприятного ощущения пленки на коже, остается ощущение увлажненности, напитанности кожи. И это неудивительно, потому что в Белужье и Кре очень много витаминов и микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования нашей кожи. Вот такой замечательный крем. Это одна из наших новинок и новинки компании Эстин. Увлажняющий крем на основе виноградной косточки и гинго-белоба, это крем, соцзащитный крем компании Эстин. Вот так вот он выглядит. У него есть и достоинство, и недостаток. Это его дозатор. Почему я считаю его недостатком? Потому что он слишком много крема достает. Если вот баночка 40 мл, она быстро расходится за счет того, что дозатор выдает слишком много крема. Но вот эту порцию ее хватает на шею, на лицо и на шею, и даже немножко на обувь декольте. Вот, покажу на руке. То есть, если наносить на руку, то это хватает до локтя. Размазать. В отличие вот от предыдущих кремов, которые я рассказывала, он чувствуется на коже и причем довольно ощутимо. Нет липкости, но есть какое-то ощущение жирности. Этот крем не подойдет вам, если у вас жирная кожа. Но он вам идеально подойдет, если вы обладательница сухой кожи. Скажу честно, этот крем не подошел мне. Почему он есть в нашем ассортименте? Потому что я многим рассылала пробники этого тестера, и почти все, кто их получил, остались довольны. И только из-за этого он в нашем ассортименте. И на сладенькое я оставила крем. Это наша новинка для самых маленьких членов наших семей. Это крем, солнечный крем Кодома. Этот крем имеет очень приятный запах. Он пахнет так же, как средство для стирки вещей новорожденных. Возможно, именно поэтому она очень любит крем. Поставляет ручки, поставляет ножки, когда идет на прогулку, чтобы я смазала ее этим кремом. Он дает такое очень приятное шелковое покрытие поверхности кожи. Он очень легко наносится, быстро впитывается. Такое вот проходистые ощущения. Приятный запах. И он так же водостойкий, что очень важно для моей малышки, потому что она очень любит играть в воде. И обычный крем просто смывается. А этот крем, он водостойкий. И его хватает на то, чтобы моя сладкая принцесса не сгорала на солнце своей белой кожей. Также этот крем предотвращает появление сыпи на кожу ребенка. Как вы видите, все кремы разные. Несмотря на то, что в целом кажется, что они одинаковые, они все разные. И для каждого типа кожи можно выбрать свой крем, который подходит именно вам, под ваши особенности.